В Тверской области продолжают работы мобильные пункты вакцинации против COVID-19. Это дополнительная мера защиты здоровья жителей Верхней Волжья. В городе предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации. Как говорят медики, поставить прививку в таком пункте могут все желающие, но при условии соблюдения некоторых формальностей. Об этом прямо сейчас. В Тверской области начали свою работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Прививку вы можете сделать без записи и в порядке живой очереди. В Тверском регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали 491 248 человек, а за минувшие сутки более 4 тысяч человек. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры. Также врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации. Для вакцинации нужно с собой иметь паспорт, полис, НИЛС. Можно ксерокопии, можно оригиналы, потому что все это заполняется на бланке согласия добровольного. А потом это все на руки забирается. В течение 30 минут после вакцинации врачи рекомендуют оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций. После прививки в первые и вторые сутки вы можете наблюдать головные боли, озноб, повышение температуры и общие недомогания. Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. Я на пенсии, никто меня не заставлял по собственной инициативе, потому что уже информация идет такая, что если даже заболеешь, пройдет бед осложнений. На данный момент в Твери организовано 16 пунктов мобильной вакцинации. В одну смену в медицинском автомобиле врачи в каждом таком пункте могут привить от 40 до 50 человек, а в помещении торгового центра около 150 человек. Необходимые запасы для этого имеются. Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Немножко у меня вообще проблемы, то, что выпивать сейчас могу, не могу. Раньше немножко выпивал, сейчас на пищу маленькая, то есть есть какие-то немножко. Но чувствую себя хорошо, превосходно. Таким образом, прививку от COVID-19 можно сделать, что называется, буквально на ходу. Быстро и в удобном для вас месте. Потратив не более получаса на эту простую манипуляцию, вы обезопасите себя и окружающих от очень серьезных проблем со здоровьем.